Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, я читаю, для библейского портала «Экзегет». Последняя египетская казнь. Мы уже об этом много говорили, не буду повторяться, про ожесточение фараона, которое становится одновременно возможностью для Господа исполнить свой замысел, показать израильтянам, что власть не в руках фараона, показать израильтянам, что на плетку рабовладельца найдется плетка посильнее Божья. И в 11 главе начинается то, что потом будет названо Пасхой. Господь сказал Моисею, новую беду обрушу я на фараона и на Египет, а уже вышел фараон из всех переговоров, уже вот остается только действовать. Вот тогда фараон вас отпустит, не просто отпустит, а выгонит. А ты вели сынам и дочерям Израилем, чтобы они просили у своих соседей и соседок серебряные и золотые вещи. Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израилем, к тому же все египтяне, вельможи фараоны и простой народ чтили Моисея. То есть простые египтяне уже рады откупиться от этих израильцан, лишь бы они ушли, лишь вот до фараона никак не дойдет, но дойдет скоро и до него. Моисей сказал, Господь говорит, в полночь я пройду по Египту, и умрут все первенцы в этой стране, и первенец фараона, выседающего на престоле, и первенец рабыни, который мерит мукуручными жерновами, и все первенцы скота. По всему Египту будет стоять такой стон, какого никогда еще не слышал, не услышит никто впредь, но на сынов Израилевых и на их скот даже собака залает не посмеет. Вы видите, с сынами Израилевыми Господь не сделает того, что сделает с египтянами. Смотрите, фараон не отпускает Израиль, как первенец Господа, да, вот это народ, который его любимый, который с ним в отношениях вот этих вот отца и сына, и Господь в результате карает весь Египет. Мы рассуждали об этом в прошлых главах, почему весь Египет, да потому что на самом деле египтяне так или иначе солидарны с фараоном. Правда, уже вельможи начали роптать, начали с ним это обсуждать, но просто в силу инерции фараон еще продолжает мыслить по-старому, и даже простые люди не поверили Моисею, когда он им велел укрыть скот от града, да, и в результате пострадали. — Твоя вельможа, — сказал Моисей фараону, — придут ко мне, падут ниц и станут умолять, чтобы я ушел от вас. Вот Моисей сказал фараону, хотя он в прошлой главе сказал, я тебя больше не увижу, может, он передавал через кого-то, опять-таки две разные версии предания. — Станут умолять, чтобы я ушел от вас вместе с моим народом, тогда мы от вас уйдем. И Моисей разгневанный вышел от фараона. А здесь как будто он присутствует, да, вот местами такие небольшие несогласованности в тексте, ну, поскольку явно писалось не по горячим следам, может быть, не очень точно помнили или по-разному запомнили разные рассказчики, и потом это все соединилось в один текст. Господь сказал Моисею, — Фараон вас не слушает. Это нужно, чтобы еще больше моих чудес было явлено в Египте. Моисея и Арон сотворили пред фараоном множество чудес, но Господь сделал так, чтобы фараон упорствовал и не отпускал сынов израилевых из Египта. Ну, и вновь вот это вот сделал так, и фараон не хотел, да, вот воля фараона и согласие Господа на то, чтобы эта воля исполнилась в данном случае. На этом 11 глава, конечно, завершается, она маленькая, 12 подробнее расскажет о том, как это произошло, но в центре 12 будет вовсе не смерть первенцев, что само по себе важное и трагичное событие, а праздник Пасхи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok